Здравствуйте, рядом со мной стоит игрок команды Capital Trade, Иван Кровец. Иван, здравствуйте. Впечатления от игры? Несмотря на то, что сегодня вы в кубке проиграли, к сожалению, но на прошлом кубе вы выиграли чемпионат Мастер Лиги. Какие сейчас эмоции? Ну, немножко эмоции отдались, наверное, все на чемпионате. Задача не снималась побеждать в кубке, но, видимо, эмоционально тяжело все-таки психологически перестроиться. Когда уже такая тяжелая задача выиграть чемпионат, скажем так, подкорилась, и кубок немножко, и надо дать должные люкс-оптики. То есть ребята и в чемпионате были одним из самых неудобных для нас соперников, и вот сегодня они это доказали. Видимо, может, мы неудачную тактику в начале игры выбрали шестым полевым, и это немножко нас выбило из колеи. Ну, и реализация. Очень много они реализовали моментов, которые, в принципе, у нас были, не меньше, чем у оптики, потому что они свое забивали, а мы не забивали. Я понимаю, что в чемпионате с люкс-оптикой вы тоже играли, правильно? Да, конечно. Три игры играли с ними, поэтому все три, несмотря на то, что мы там выигрывали, играли в ничью, но очень тяжело проходили. Поэтому сегодня, конечно, не считаю, что счет по игре, но они заслуженно победили. Поздравляю их с выходом в финал. Молодцы ребята. Как думаете, может, люкс-оптика после того, как поиграла с вами в чемпионате, решила поменять свою тактику и благодаря этому сегодня так хорошо себя показала? Возможно, но хотя они в любом случае играли своей тактикой. Ну, насколько я понял, то есть у нас был вариант либо с шестым полевым воротах, либо с ротарем. Выбрали с шестым, я не знаю, тренеру виднее, видимо, как бы он так посчитал нужным. Ну, немножко нам не повезло с шестым. В начале игры мы проигрывали 3-0, это свой отпечаток отложило на игру. Как вы вообще в целом этот сезон оцениваете? Успешный. Успешный, несмотря на то, что вот так закончили, как бы, кубки, я считаю, что сезон более чем успешный. Мы выиграли мастер-лигу, как бы, для меня вообще только, я только-только зимой стал ветераном, полсезона отыграл. Поэтому для меня это, ну, очень важно. Я вернулся в свою же команду, потому что до, вот, достижение 35 лет только можно играть, поэтому пока мне не было, я полсезона играл за другую команду. А в следующем году планируете принимать участие? Конечно, обязательно будем принимать в мастер-лиге участие. То есть сейчас времена такие экономически тяжелые, а в прошлом году было две команды, и по мастер-лиге, и АБ-лига команда. В этом году немножко сделали акцент на ветеранов, не распылялись, и сразу победа, как бы, в чемпионате. Какие еще, может быть, не знаю, секреты будете использовать в следующем сезоне? Есть какие-то уже тайны, козыри? Посмотрим. Футболисты стареют по чуть-чуть, может, еще по 35 кто-то подкатит. Поэтому, как бы, будем привлекать других ребят, то есть это омолаживать состав немножко, может быть так. Но, с другой стороны, это виднее, как бы, руководству, там, тренеру, президенту клуба. То есть это больше им решать. Наше дело, выходите играть. Довольно руководством клуба, раз уж про него вы вспомнили? Ну, конечно, конечно, победой в чемпионате довольны. Ну, я думаю, что немножко смазали куб там, но ничего страшного. То есть, как я уже говорил, что без побед, без поражения не бывает побед, и вкус побед становится не таким сладким. Спасибо большое, Ран, спасибо за игру, за этот сезон, ну и только побед в следующем сезоне. Спасибо большое. Спасибо.